Друзья, меня зовут Александр Каргин и мы в студии Вестника Кавказа. Мы начинаем очередной выпуск токсичного диалога. Сегодня у нас в гостях Михаил Хазин, известный экономист, общественный деятель и просто великий интеллектуал. Михаил Леонидович, я так вас и скромно, но и реалистично представил одновременно. Михаил Леонидович, скажите такую вещь. Как сегодняшний день, с учетом экономических реальностей, с учетом ваших неоднократных предсказаний, что доллар рухнет и США улетят в тартарары, сколько еще Америка просуществует? Ну, видите, легенда, вещь, конечно, хорошая и мем «доллар рухнет» — это хороший мем, реклама, двигатель, торговля, но я этого никогда не говорил. Это интересно. Вот. Я говорил о том, что рухнет мировая долларовая система бред-мутская. Что касается Америки, то, конечно же, еще десять лет назад говорить о том, что она улетит в тартарары — это было, мягко говоря, большой натяжкой. Но в последнее время то, что там эти устроили, это уже ни в какие форота не лезет. Причем основная эта проблема даже не в том, что там Байден не в себе. Это ладно, это бывает. В конце концов, в Соединенных Штатах Америки Вудро Вильсон полгода был с инсультом, не говорил. Потом, соответственно, Эйзенхауэр, который был еще хуже после инсульта тяжелого, но там был Никсон, который, собственно, всем рулил вместе с Джоном Фостером Даннессом. Там хорошая была команда. Вот, а потом, соответственно, последний — это был Риган последних лет, у которого точно начался Альцгеймер, никто не знает, до какого уровня он там дошел. Поэтому, если все хорошо, то американская административно-бюрократическая система работает. Давайте смотреть правде в глаза. Работает. Беда состоит в том, что все нехорошо. Когда нехорошо, нужно принимать некие решения. Они не могут. Более того, сейчас все начинают уже говорить, говорят, что уже Нэнси Пепелоси говорит, что Байден должен уйти. Потому что она себя хочет предложить. Ей 84, молода, свежа. Самое время. Если говорить об интеллектуальном уровне, Байден ей подметки не длится. Я каждый раз, когда я смотрел на Мадлен Олбрайт, я вспоминал, она как две капли воды похожа на мою бабушку. У меня такая ностальгия всегда. Одно лицо. Но только моя бабушка была более красивая. Реально очень красивая. Мадлен Олбрайт не очень. Но вот все остальное, да, все. Но не важно. Дело в том, что ключевая проблема, кто бы не пришел на место Байдена, он должен что-то сказать. Типа у нас тут есть проблемы и мы будем решать так-то, так-то и так-то. Может быть, он и не собирается так их решать. Он их вообще не собирается решать. Но сказать надо. А сказать нечего. Ну то есть, во-первых, надо сначала сказать, что происходит. А это табуировано. Табуировано. Причем табуировано очень жестко. Объясню почему. Потому что официальная инфляция в Штатах 3 процента. В марте месяце Ларри Саммерс. Александр, вы должны знать, почему одни сплошные евреи. Ну мы с вами напополам делим это знание. Нет, ну мне просто интересно вашу позицию. Я вам озвучу. У меня там есть как бы свои цифры. Такой, значит, Ларри Саммерс. Посчитал инфляцию по-другому и получил не 3 процента, а около 10. А если 10, то с 21 года, с осени, в США уже идет экономический спад. На самом деле, инфляция еще выше. Наши оценки показывают где-то 12-14 процентов. По этой причине спад довольно основательный. Люди-то это видят. Дальше безработица растет, стоимость недвижимости падает и доходы населения падают. Самое главное. Более того, по оценкам американских банков, не наших, свободные деньги в мире закончились. Свободные те, которые были напечатаны в двадцатом году во время ковида. А Соединенные Штаты Америки после ковида приняли ту модель стимулирования спроса, которая была времена Доминина Чебайса в 95-98 годах. То есть они пылесосят рынок, собирают деньги во бюджет, увеличивают госдолг и эти деньги раздают экономике. Ну чем это закончилось у нас, это известно. Почему они считают, что у них закончится иначе? То есть они так безусловно не считают. Это такая вот типичная совершенно логика. Давайте проживем сегодня, а завтрашние проблемы будем решать завтра. Беда состоит в том, что кто-то должен отвечать. Знаете, есть такой принцип неопределенности Герцена-Чернышевского. На вопросы, что делать и кто виноват, нельзя ответить одновременно. То есть какое-то время американцы отвечали на вопрос, что делать, потом поняли, что делать ничего не получается и стали отвечать на вопрос, кто виноват. Сначала они все свалили на ковид, сейчас они попытаются свалить на Байдена. Свалить на Байдена это тема нетривиальная, потому что для того, чтобы свалить на человека, ну то есть ему можно предъявить коррупцию, ему можно предъявить неадекватность, но предъявить ему претензию в неправильной кредитно-денежной политике невозможно. И тот же Пауэлл сказал о том, что он последние два года с Байденом не встречался. Пауэлл это руководитель Федеральной резервной системы США. То есть иными словами, у них проблема и эту проблему они решить не могут. При этом весь мир сидит в этой самой группе долларовой системе. Ее можно было ругать, еще чего-то, но в общем и целом все, кто в нее вступал, всегда получали какие-то гешефты. Пускай маленькие, но получали. В основном в виде долларовых инвестиций. Сегодня тот, кто находится в долларовой системе, получает одну единственную вещь, отток капитал. В Японии за последние годы приток инвестиций 400 миллиардов долларов, отток 2 триллиона. Это Япония, это высоко технологичная и в общем цивилизованная страна. У всех остальных все еще хуже. Есть страны с дешевой рабочей силой, куда есть приток капитала, но он не высокотехнологичный. Я пытался разобраться там за последнее время, смогут ли американцы сделать фабрику эту свою, чипов. В общем все эксперты мне говорят не получится. Не выйдет. Не выйдет, да. Но они уже давно должны были сделать, но не выйдет. Почему? Тут я произнесу неполиткорректное слово инженегр. Потому что инженегр это не китайцы. Китайцы работают 10 часов в день и как бы у них нету такого понятия как там больничный, еще чего-то, еще чего-то. А эти свои права знают туго. То есть дорогая рабочая сила. Там все застраховано, перестраховано и неэффективно. Потому что поскольку все застраховано, то каждый точно знает свои полномочия от сих до сих. Знаете, это известная история, если вы в Америке смените у себя сами лампочку, перегорела лампочка, мы ее сменили, а потом дом сгорел, вам страховку не выплатят. Потому что страховая компания скажет, лампочку в винте не сертифицированный человек, в результате пошла искра, все сгорело на хрень. Поэтому это не работает. Эта система в нынешних условиях больше не работает. А при этом стоимость поддержания вот этого всего мировой долларовой системы, она выражается в доле американской экономики в мировой. Они же инвестиции давали. Значит, когда все началось, доля американской экономики в мировой была 52%, сейчас она составляет по оптимистическим оценкам 18%, по пессимистическим 14%. Я напоминаю, что все орали в конце 80-х, что экономика СССР рушится под тяжестью третьей мировой экономики. Вот тогда доля СССР в мировой экономики была 24%. То есть, все то, что сейчас происходит, сводится к одной единственной проблеме. Поскольку денег нет и не будет, то разного рода демиурги начинают разбираться, кто компенсирует их убытки. Потому что они же не просто так получают миллиардные, иногда триллионные доходы. У них на этих деньгах сидят адвокаты, армии, политические деятели и прочая всякая вот шушера, которая выполняет приказы, потому что получают долю. Как только доля исчезает, у всех у них возникает опасность. Что это мы должны что-то делать? И они переходят к ситуации, им говорят, сделайте вот то-то. Он говорит, а где деньги? Деньги будут завтра. Ну завтра будут деньги, завтра будет работа. И дальше все начинает сыпаться. Мы это очень хорошо видим и на Ближнем Востоке, и в Европе. Вот что делает Орбан? Он фактически выполняет функциональную задачу Ватикана. То есть Ватикан заинтересован в том, чтобы сколотить свой кусок в Европе, который пока входит Северная Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Словения. То есть Виктор Орбан собирается восстановить империю Габдургов? Ну в неком смысле, да. Но Орбан нет. Орбан в данном случае выступает в качестве посредника. Что он делает? Он взял, я так, немножко, как это сказать, восстанавливаю картинку. Это не инсайдерская информация, это логическая картинка. Значит Орбан взял у Папы некое предложение и отвез его Зеленским. Зеленский, естественно, позвонил в Лондон. В Лондоне сказали, что с ума сошел. Поскольку Лондон с Ватиканом на ножах. А Зеленский сказал, иди отсюда. Тогда Орбан взял эту бумажку, отвез ее сначала в Москву, где ее завизировал Путин. Потом в Пекин, где ее завизировал Си. И дальше он приехал с этим на саммит НАТО. Говорил, ребята, вот вы тут можете вещать сколько угодно. Вот бумажка, видите, да. Воевать будете с ними? Нет? Ну тогда что делать? Вот так. Это инсайдерская информация или нет? Нет, это восстановление. Я просто смотрю, как это выглядит. Вот выглядит это вот так. Вот. А таких много сейчас историй. Вы считаете, что в целом Америка выстоит, но именно долларовая система рухнет? Я правильно понимаю? Это в обозримом будущем произойдет? Ну да. Это может произойти. Но не хочу сказать в этом году. Давайте год. Не хочу сказать в этом году, потому что обвал рынков может произойти и в этом году, и в следующем. То есть ближайшие два года? На ближайшие несколько лет это произойдет, да. При этом, что это означает с точки зрения элиты? Это означает, что вместо элиты банковской, международной, к власти придут американские промышленники. Это будет связано с приходом Трампа? Ну, возможно. То есть, возможно, что будет не Трамп. Потому что Трамп, как лидер, не тянет. Но они там сами для себя решат, да. Трамп может прийти, а потом уйти. Быстро. Еще непонятно, кого он себе возьмет вице-президента. Там интересные картинки. На Ваш прогноз, кого он себе возьмет? Не знаю. Ну, я же не являюсь политологом. Тем более по Америке. Есть специально обученные люди. Можно сказать, Диму Дробницкого или Андрея Безрукова. Они все разные вещи говорят. Хорошо. Вы поймите, я экономист. Да, я говорю, даже не столько то, что будет, сколько то, чего не может быть. Потому что это противоречит базовым экономическим законам. Вот экономического роста в США быть не может. Дальше. Вот, например, Франция. Все там рассуждают. Левая коалиция, правая коалиция, Мари Лепен. Давайте смотреть по правде в глаза. А коалиция Макрона – это Лондон. Коалиция левая – это Вашингтон. Причем Вашингтон именно банкирский. Трамп не вмешивается, потому что у Трампа партнер в Европе и Ватикан. А Ватикан, соответственно, это Марин Лепен. Вот. Троечка. И Марин Лепен, которая при той системе голосования, которая во Франции должна была все равно проиграть во втором круге, неожиданно получила фактически треть голоса. Дальше. Если Вы посмотрите на то, что происходит в Израиле, та же самая картинка. Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой это остановить. Каждый раз, как только кажется, что вот наконец, тут же происходит что-то. Ну, как бы в полном соответствии с известным анекдотом. А кто будет жульничать, того будем бить по наглой рыжей морде. Значит. И там виноват Чубайс. Нет, это не Чубайс. Это Лондон. Нет, это не Чубайс. Вот. Значит, и соответственно… Кто тогда наглый рыжий морда? Лондон. Лондон. И, соответственно, мы видим, во-первых, что тех людей, которые 7 октября прошлого года взломали стену, их явно учили англичане, английские инструкторы. Это вот все говорят, специалисты. В один голос. Кстати, вопрос, на который нет ответа. Кто те люди, которые им позволили это сделать в Израиле? Где они? Где расследование? Где виноват? Я правильно понимаю, что в опцию просто человеческого раздолбайства вы не верите? В этом месте. То есть, все всегда завязано на какой-то, скажем так, цепочке, да? Всегда есть цепочка, всегда все продумано у людей. Если, соответственно, происходят некие события, масштабные, то всегда надо, как там говорил Лазарь Моисеевич Каганович, у каждой катастрофы есть имя, фамилия и отчество. Все, что происходит сегодня, это, по большому счету, сводится к решению одного единственного вопроса. Как поделить все время сокращающийся пирог? И тут неожиданно выясняется, что очень многие люди, которые считались главными, они на самом деле вместо блюстителей. И за их спиной стоят всякие вангарды, блэк руки. Но это даже официально, да? Но дальше, соответственно, что делать-то? Вот у вас только что, фактически, прекратился существование Боинг. Но они признались в мошенничестве по безопасности. Теперь количество исков, которые ему вчинят, это просто запредельно. Куда они будут деваться? Значит, дальше еще одна вещь. Когда начали модель печатания денег, то резко выросло количество богатых людей. Ну, потому что спекуляциями легко заработать, сильно легче. И в результате, в конце концов, обнаружилось, что их настолько больше, чем старых элит. Да, старые элиты, может быть, круче. Там еще чего-то, у них опыт. Но они не в состоянии, когда эти могут кидаться 10 миллиардов туда, а 20 сюда, они ломаются. И в этой ситуации, что они сделали? Они начали. Они сейчас будут отвалить эту финансовую риту полностью. В физическом плане? Нет. Ну, как бы денежному. То есть, все вот эти банкиры сейчас начнут предъявлять. Вы поймите, каждый человек, у которого есть миллиард долларов, у него и долги есть. Ну, может, на 800 миллионов. Если у вас происходит обесценение активов, долги, конечно, обесцениваются тоже, но меньше. Дальше у вас картинка. У вас 200 миллионов, а долгов на 400. Ну, и все. Кроме того, не забудьте, что вся ваша система управления, это были люди, которые вы отстегивали кусочки от своих финансовых потоков. Финансовые потоки закончились, эти люди перестали вас слушаться. Ну, как раньше работали с политиками? Вариантов несколько. Вариант первый. Принесите мне его досье. Там написано, что он там в 15 лет напился и буянил там. В 17 лет там у него был роман с какой-то барышней. Там была пару-тройку историй, которые можно интерпретировать как изнасилование. Ну, и так далее, и тому подобное. Дальше, если этого не хватает, то в этом случае ему надо предложить много денег, чтобы он их украл. Ну, вот был такой замечательный фильм с Оленом Дилоном, по-моему, 73-го года, 74-го. «Смерть негодия». Там рассказывается, как эта система работает на Франции. Ну, просто вот я вам очень рекомендую этот фильм посмотреть. 74-й год. 50 лет назад. Вот. И, соответственно, сейчас это все начнет исчезать. А вместе с ними начнет исчезать клиентела. То есть те люди, которые бегали всюду, говорили, что они богаты, которые ездили в Роллс-Ройсах, которые дарили любовницам бриллианты вот такие вот, и все остальное, которые символ этого богатства, они неожиданно окажутся никто. И это будет очень тяжелая ситуация. Ну, собственно, мы это видели в СССР, когда секретари обкомов жили на пенсию. Но в СССР не было такого демонстративного потребления, а на Западе-то есть, и поэтому это страшно. Ну, вот ты привык, да, что у тебя очень много денег. Вот мне же это обнаружено, что у тебя их нет вообще. Ты же не умеешь зарабатывать. Ты всегда сидел на финансовом потоке. А тут все, его просто нет физически. Потому что объем финансов, количество финансистов, то есть людей, которые сидят на финансовых потоках, сократится примерно в 15 раз. Не на 30 процентов. Даже не в три раза, в 15. То есть один из 15 выживет, а остальные нет. Ну, вот сами прикиньте, какой это будет ужас, ужас, ужас. Нет смысла пускать детей сейчас учиться на финансистов. Ну, почему нет? Как раз только тогда нужно учиться на новых финансистов. Не на старых, а на тех финансов, которые будут после кризиса. А этого пока нигде не учат. Михаил Леонидович, давайте поговорим о Кавказе, о ситуации там. Как в целом оцениваете развитие событий? Какие перспективы у Грузии? Как будут складываться отношения между Азербайджанов и Арменией? Ну, смотрите. По поводу Израиля мы уже поговорили, да? Аналогичный случай у него в городе Бердичеве. То есть на Кавказе. Значит, на Кавказе имеет место очень активная британская политика. направленная на создание там хаоса. Они работали с Азербайджаном, они работали с Арменией. Ну и в конце концов превратили ее в то, скажем прямо, печальное зрелище, которое мы сегодня имеем. Наконец, третье – это Грузия. С Грузией работать начали раньше, поэтому печальное зрелище там началось раньше. Но сейчас началось некое оздоровление. А будем надеяться, что там не будет большой войны. Обещать не могу, но я очень надеюсь. У Турции проблемы. Потребительская инфляция под 70%. Это катастрофа. Связано это с тем, что Турция поднималась за счет внешних рынков. За счет рынка Евросоюза. Когда ее в Евросоюз не приняли, стало понятно, что с рынками будут большие проблемы. И Турция сегодня из страны с положительным внешне торговым балансом стала дефицитной. То есть она закупает больше, чем продает. Поэтому и девальвация. Но Турция сейчас может вступить в БРИКС? А толку-то? Она может вступить в БРИКС, но ее возможности ограничены. Она член НАТО. Но это не связано одно с другим. БРИКС это не организация, тем более не военная. В общем, короче говоря, давление на Эрдогана, давление на турецкие элиты очень сильное. Поэтому вступление в БРИКС это не панацея. Халанич, ну мне кажется, вы преувеличиваете степень влияния Британии на Кавказе. Ну и не только, мне кажется, на Кавказе, но особенно на Кавказе. Но тот же Азербайджан ведет крайне независимую политику. Не преувеличиваю. Азербайджан ведет сильно более независимую политику, чем Армения или Грузия. Давайте так, в противостоянии Азербайджана и Армении, которое было, Азербайджан полностью ориентировался на свои национальные интересы и добился тех целей, которых хотел добиться, которые заявлял. Несмотря на то, что Запад ставил палки в колеса, а я не беру сейчас Британию, Франция просто, по сути, открыто поддержала Армению. Это Армении никак не помогло. Там есть еще одна маленькая тонкость. Да, пожалуйста. Армяне сбежали из Карабаха. Но они сбежали же не просто так, а под военным воздействием. А, соответственно, сейчас Азербайджан говорит, возвращайтесь. Жилье людей, армян, которые уехали, никто не занимает. Это очень гуманистично. Это не гуманистично, это Кавказ. Это гуманистично по-кавказски. Суть в том, что сейчас это территория Азербайджана и там азербайджанский суверенитет. Вы в Баку были? В Баку, в Баку, вы с каким-нибудь национализмом сталкивались. Моя жена, мы с ней приехали в Баку и пошли гулять. И вдруг увидели магазинчик, на котором написано Патриция Пипе. Мы туда зашли, а там сидит девочка, которая нам говорит. Знаете, тут кризис мы не выдерживаем. Мы для нынешнего кризиса слишком дорогой бренд. Поэтому у нас тут мы закрываемся. С сегодняшнего дня распродажа, скидка 70%. Моя жена, которая очень любит этот бренд, и тут ей говорят, вы знаете, такое дело, поскольку мы закрываемся, то поэтому карточки у нас не работают. Все, мы их отключили. Поэтому только наличные. Она мне говорит, все, иди снимай деньги. В этот день в Азербайджане платили пенсии. И все бабушки и дедушки с карточками подходили к банкоматам и снимали наличные деньги. В конце концов, я нашел банкомат в каком-то банке, который... Вот картинка. Банк в цокольном этаже, банкомат на первом, лестница. И в ней стоит очередь вверх. Я поднимаюсь, стою в очередь, жду. Подходит очередь какого-то азербайджанского дедушки. И в этот момент открывается дверь. И входит такая классическая еврейская бабушка. Просто классическая абсолютно. Она говорит с непередаваемой ответ. Га, стойте. В очереди говорит, здравствуйте. Говорит, знаете, я стояла тут в том банкомате. Там кончились деньги. А я уже до него дошла. А вот, может быть, вы меня пустите. Азербайджанский дедушка делает шаг в сторону, чтобы видеть всю очередь. Говорит, мы же пустим бабушку. Говорит, конечно, пустим. Бабушку подводит в банкомат. Она снимает свою пенсию. И уходит. Вот. К вопросу о... Я думаю, что вы понимаете, что, например, в Киеве такая сцена сейчас невозможна. Вот. И, соответственно, поэтому я, так сказать, к разным странам отношусь очень по возможности. Стараюсь относиться хорошо. В разных странах немножко по-разному. То есть, одни мне нравятся больше, другие меньше. Но беда состоит в том, что вот это вот разрушение модели, которое обеспечено в существовании для всех, оно и проблемы вызовет у всех. И основные сложности будут в тех обществах, даже не странных, а в обществах, в которых, которые не сумеют удержаться от вот этой вот взаимной ненависти на почве дележки сильно сокращающихся ресурсов. Вот. В Европе будет ужин. По банальной совершенно причине. Прежде всего, мигранты не согласятся, когда им перестанут платить пособия. В Европе понятно. А как будет в том же Азербайджане? Ну, я думаю, что в Азербайджане все будет нормально. Они все поняли. Что если у вас рядом с вами очень большой рынок, то нужно с ним поддерживать теплые отношения. И все будет хорошо. Кстати, в Турции аналогичная история. Собственно, почему я считал, что Грузия и Армения не могут никуда деться. Потому что нету ничего, что производят Армения и Грузия, чтобы не производила Турция, но существенно дешевле. Ну, сейчас в Турции все довольно неплохо. Мне кажется, что Армения будет находиться и под влиянием России в итоге, я думаю, она вернется под влиянием России, но будет, несомненно, и под влиянием Турции с Азербайджаном. Потому что невозможно быть между двумя столь сильными соседями и не испытывать такого влияния. Ну, посмотрим. Понимаете, тут у меня как бы, это, грубо говоря, какая разница. Ну, вот, да, давайте смотреть. Да, это примерно то же самое. Вы можете показать на карте Пенсинскую и Липецкую области? Так вот, сходу, вот это. Могу. Можете. Ну, я неплохо географию поставил. Не, ну, я просто, ну, как бы, да. Не всегда могу, там, не знаю, вот в биологии мне было проблему показать, да, какие-то органы человека, да, там, показывали, там, в учебнике страницу, вот, ткни пальчиком, мне было проблему показать Австралию, Мавританию. Ну, Австралию, это понятно. Я имею в виду вполне конкретную вещь. Липецк. Вот Мордовия, где, да? Знаю, где Саранск. Ну, хорошо, неважно. Неважно. Ваша мысль. Да, мысль состоит в следующем, что с точки зрения мирового расклада это не настолько вот. Да, но с точки мирового, да, но мы говорим про регион, который для нас крайне важен, потому что, ну, это регион, в котором, собственно говоря, и Россия живет, и это, в принципе, такой регион именно для нас центрально, один из центральных образующих. Ну, да, ну, я думаю, что там... А так я согласен, что, наверное, в Чили не сильно беспокоятся за ситуацию на Кавказе. Ну, конечно. Это понятно. К этому надо добавить еще одно обстоятельство, что, обратите внимание, Соединенные Штаты Америки уже дважды. Первый раз с РАИСИ, второй раз вот сейчас выходят на переговоры с Ираном по Ближнему Востоку. По одной единственной причине. Иран – это единственная страна, которая способна в этом регионе навести порядок, ну, держать этот порядок своим ресурсом. Ну, тоже, на самом деле, очень спорно. Иран столько раз проваливался в этой своей мифе, исторически, если бы так. Если Иран не сможет, то уже точно никто не сможет. Я не помню, рассказывал вам как-то или нет. Я в свое время, когда писал работы по Израилю, я наткнулся на один такой интересный факт. Вот как вы думаете, кто был одним из первых спонсоров сионистов? В XIX веке. В XIX веке, да. В Великобритании. Михаил Ильинич, не буду тянуть кота за причинное место, да. Был такой шах Наср-ад-Дин, шах Наср-ад-Дин. Это был шах Ирана, который дал через господина Полякова, человек, который, к слову, там были братья Полякова, Лазарь Поляков с братьями. Они строили синагоги, вот они хоральную синагогу построили в Москве и такую же в Питере. И вот через них, собственно говоря, шах Наср-ад-Дин, его так у нас называли, он дал очень много денег на Санитское движение. Ну, понятно, потому что тогда была Османская империя. Совершенно верно, чтобы ослабить Османскую империю. Совершенно верно. В итоге, в итоге, все получилось, мягко говоря, не так, как планировали перцы. Нам не дано понять. Нам не дано предсказать. Я к этому. Я к тому, что иногда ты делаешь шаг, тебе кажется, что он в нужную сторону, а на самом деле ты падаешь в трясину. А сегодня, как бы, Израиль и Персия современные отнюдь не друзья, а кстати, я вот не исключаю, что со временем все изменится. И как раз Израиль и Турция могут подружиться, поскольку у Израиля и Турции очень такая интересная история дружбы. Я же сейчас говорю не про то, как хорошо и как плохо. Я говорю про то, что американцы делают. С американцами им надо уходить из региона. И они прикидывают, что единственный, кто может в этой ситуации, это Иран. Мне кажется, что на ситуации, когда монархии залива явно противостоят Ирану, явно, им ближе геополитически Турция, то Турция плюс монархия залива, это большая сила, чем Иран. Вне зависимости от личных симпатий, антипатий, что называется. Я просто в данном случае геополитически смотрю на ситуацию. Монархия залива спят и видят ликвидировать Израиль. Да, но ликвидировать Израиль они сейчас не будут, потому что Израиль для них не представляет такой угрозы, как Иран, потому что с Ираном они борются за Персидский залив, который они сами называют арабским. То есть, они его даже Персидским не готовы назвать. Михаил Ильич, завершая тему Кавказа, перед тем, как уйти оттуда, что называется, закольцовывая, как вы думаете, вообще, вот этот конфликт Азербайджан-Рамянский, который возник такой вот, если брать его современную стадию, в конце 80-х годов. Вообще, почему он возник? Почему возник Карабахский кризис? В чем была глобальная причина? Кто за это ответственный? Ну, это как бы ответственность за это, опять-таки, ответственность это Англия. Это результат большой игры. Причем, если очень тщательно разбираться, то выясняется, что часть азербайджанских родов имеют армянское происхождение, а часть армянских имеет азербайджанское происхождение. Я слышал на этот счет разные теории, а вы считаете, что организации вроде Дашнак Цутюна и так далее, то есть, такие боевые организации армянские? Это британская. То есть, за ними стояли британцы, по-моему? Конечно, конечно. Но они имели поддержку, скажем так, среди армянских националистов? Имели, конечно. Но там, понимаете, опять-таки, а когда у вас люди, которые не понимают глубинного смысла, то они исходят из неких локальных вещей, типа, он поддержал моего врага, значит, он мой враг. Поддержал моего друга, значит, вы считаете, что вот эти армянские националистические группы, их использовали в темную? В темную, как сейчас используют. И сейчас используют. А чем для них это все кончится? Ну, посмотрим. Пока все плохо. Пока все плохо. То есть, ваш прогноз для Армении пессимистичен? Ну, я не вижу никакого, как бы, никаких позитивных процессов. Какое-то время это может еще быть в нынешнем состоянии, но не долго. Но Иран сказал, что объединение Азербайджана и Турции с созданием соответствующего коридора исключено. Тиран начнет войну с надушью. Вы думаете, это остановит Азербайджан и Турцию? Кстати, это может сблизить Азербайджан и Израиль так близки, это может сблизить Азербайджан и Турцию и Израиль. Азербайджан не хочет воевать с Азербайджаном, но никак. Вообще, я думаю, никто не хочет воевать с не хочет. Иран скорее разбрасывается словами. Иран очень мощный в военном плане держава, очень мощный. Турция и Азербайджан тоже не слабы? Ну, нет, Азербайджан, конечно, не настолько силен, просто экономически. Не, я имею в виду, вместе с Турцией. И понятно, что если Иран нападет на Азербайджан, вряд ли Турция останется в стороне. Посмотрим. Но я сильно подозреваю, что Азербайджан уже начал как бы сильно диверсифицировать свою политику. Не знаю, я пока такого не вижу, честно. Честно скажу, мне кажется, Азербайджан только усиливается. Будем посмотреть. Как вы понимаете, в чем дело? Может, так можно еще и сходить. Вот у вас Иран, Рахбар Хамини, азербайджанец. Значит, президент азербайджанец. То есть, там как бы... Не, это, во-первых, это тоже, но я как раз на это не сильно акцентирую внимание, потому что я понимаю, что это люди в системе иранской, они работают на Иран. Ну, конечно. А у Ирана, Азербайджана зачастую просто разные сейчас геополитические интересы. Но это факт. Тут не та не роль личности не столь важна. Дальше будем посмотреть и вправду, как будет меняться политика Ирана при президенте-реформаторе. И насколько ему дадут менять политику. Не, за счет реформатора, это мы... Да, это тоже отдельный вопрос. Слово реформатор в приложении к Ирану... Да, оно тоже двояко звучит, да. Я как раз считаю, что в этом смысле вот те, кто говорят, что станет, что он будет как-то глобально что-то менять в отношении России, я уверен, что ему не дадут этого сделать. И хорошо, что не дадут сделать. а вот будет какое-то ухудшение и обострение с Азербайджаном, посмотрим. Я думаю, что нет, я думаю, что Ирана на это не решится, но посмотрим. Михаил Леонидович, в завершение хочу пару вопросов что называется о личном, о вашем взаимоотношении с конкретными персонажами. А вы ведь за свою жизнь с очень разными людьми были знакомы, с кем-то враждовали, с кем-то дружили. И вот просто я буду назвать вам фамилии, а вы свое отношение к этим людям. Как вам такой вариант? Попробуем. Анатолий Чубайс, которого вы очень неплохо знаете. У меня с ним была честная война. Честная в том смысле, что ни он мне, ни я ему пакости не делал. Когда вы работали в администрации президента. Когда я работал в администрации президента. То есть он писал бумаги президента, я писал к ним комментарий. Все. Никаких провокаций не было с моей стороны. Но правда у Чубайса была проблема в том, что он одновременно начал воевать с Березовскими. Вот это, конечно, стоило ему. Собственно. Но тут все было более-менее. Но он, конечно, как-то враг России вне всякого сомнения. Но как личность он, безусловно, человек нетривиальный. Талантливый человек. Да, конечно. Ну, таком вот, как бы это сказать, в таком энергетическо-аппаратном плане. То есть если бы он был еще и при этом и хороший менеджер, то он бы, конечно, мог бы взять заходить. Но вот с менеджерством у него очень плохо. Как только он кому-то передоверял что-то, все рассыпалось просто в тучи. Герман Греф? Ну, я его не знаю практически. Я его видел. Не говорили, что вы с ним знакомы? Нет, я его видел только пару раз и так вот издалека. я с ним не знаю. Такого близкого знакомства не было? Нет, нет. А дело в том, что он пришел, когда я уже ушел. То есть он был в Питере, когда я был на службе. А потом я с ним как-то не пересекался никогда. Как в целом относитесь к современному российскому экономическому блоку, его руководству? Ну, прежде всего к госпоже Набиулиной. Вообще считается, что именно благодаря Набиулиной санкции не сработали. не смешите меня. Набиулина такая стена, которая защищает российскую экономику. Не смешите меня. Не согласны вы? Нет. Набиулина это верный сотрудник МВФ, который решает принципиально важные задачи. Сейчас, если она ставку повысит, то задание ей такое дано. Любой ценой сломать рост российской экономики. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Это как бы... Российский госслужащий. Ну, это как бы... она считает, что нет. Значит, дело в том, что... То есть, вы не согласны с тем, что... с ее позитивной ролью, с тем, как ее оценивают российское руководство? Нет. Это все... Это глупость. Почему? Ну, потому что у нее другая задача. У нее задача останавливается... Нет. Почему с точки зрения фактологии ведь российская экономика стоит и она выставила... Российская экономика... Очень тяжелый момент. Российская экономика начала расти в 23-м году. И Набиулина ее очень успешно остановила. То есть, вы считаете, что вот те позитивные вещи, которые сейчас есть, они не благодаря... А вопреки. А вопреки. Я просто не согласен, но мне вот интересно ваше мнение. Да. Тут скорее позитивной фигурой является Мишустин. Мишустин. Да. А Силуанов? А Силуанов это как бы то же самое, что Набиулина. Но... Силуанов, он часть правительства Мишустина? Нет. Мишустин не контролирует финансовый блок и он об этом... Ну и по крайней мере один раз я слышал, как он это прямо сказал. Он не контролирует финансовый блок. То есть вы считаете, что они в неком таком... Они независимо функционируют. Отдельно абсолютно. Да. Теория заговора предполагает, что есть какие-то тайные группы, которые управляют. А тайные группы, которые управляют, они, конечно... Как бы... Тайные группы есть всегда, а просто только в том управляют. они делают одну единственную вещь. Они ставят своих людей на финансовые потоки. Вот что они делают. А соответственно управлять... Дело в том, что так устроена любая вертикаль власти, что если спуститься на три ступеньки, тот человек, который вот на трех ступеньках ниже, абсолютно не понимает, что хотело начальство тем приказом, который он есть. Министр, замминистр, начальник департамента, начальник отдела. Вот начальник отдела вообще не понимает, для чего этот приказ написан, какой в нем смысл, как его надо... А как тогда система работает? Вот так работает. И наоборот. То есть министр абсолютно себе не представляет, что у него пишется на уровне начальников отделов. Он не может впуститься на их уровень. Его нет на это времени ни сил. Кто те кукловоды, кто, по вашему мнению, назначают чиновников у нас на руководящей должности в обход руководства страны? Есть как бы властные группировки, которые между собой, как написано в лестнице в небо. Власть это конкурентное взаимодействие малых организованных групп. Вот они конкурентно взаимодействуют. Но они внутри страны? Ну и внутри, и более широко. Михаил Ильич, в войне башен, Кремля, не Кремля, не важно. Наверное, нет ничего нового. Но вы же согласитесь, что просто даже из точки зрения политической науки, из точки зрения, ну по крайней мере, того, как я это вижу, над всеми башнями все равно стоит президент. Нет. И он принимает решение. Нет. Не он принимает. А кто, по-вашему? Ну поймите. Но окончательное решение все равно за ним. Ну как он? Ну окончательное решение за ним. Но он, как бы, у него с каждой из этих башен свои отношения. Каждая из этих башен решает какие-то принципиально важные вопросы. Но он же руководитель, медиатор. В любом случае. Ну вот как, соответственно, была приватизирована Сибне, вы знаете? Пришел Березовский к руководству, говорит, мы тут сделали ОРТ для того, чтобы впаривать народу правильную точку зрения. Но оказывается, телевидение стоит бешеных денег. Давайте вот мы приватизируем Сибнефть и от доходов Сибнефти будем финансировать ОРТ. Это история из 90-х. Какая разница? Вы считаете, что не изменилась ситуация? А что думаете? В Америке лучше, что ли? Нет, точнее с Америка, я про Россию. Везде так. Почитайте Лестницу в Неме. Я читал книгу Лестницы. Дело не в этом. То есть, вы считаете, что ситуация с 90-х принципиально не изменилась? Она вообще не изменилась. Но только надо понимать, Мне кажется, что, смотрите, я не склонен идеализировать, но мне кажется, уровень централизации стал намного выше. И как бы сказать, что... Когда его не было вообще, да. И сказать, что есть борьба группировок, и при этом над этими группировками нет никакого руководства и нет медиации, но мне кажется, это очень... Медиация есть. Уход такой немножко все-таки в конспирологии. Медиация есть. Но это именно медиация. Так что там все. Они за свои ресурсы, которые не контролируются, дерутся железной рукой. Им совершенно наплевать, соответствует человек. Если их человек сидит на финансовом потоке, их вообще не волнует. Он выполняет свой функционал как чиновник или нет. Потому что то, что он дает в общак денежки, это важнее. Я прошу прощения, посмотрите на министра обороны Соединенных Штатов Америки. Главная его задача пополнять общак демократической партии. Вовсе не развивать оборонную промышленность Соединенных Штатов Америки. Михаил Ильич, хочется верить, что у нас не Соединенные Штаты Америки. Заключительный вопрос к вам. Скажите, если брать экономический прогноз до 30-го года. Я очень по-простому спрошу, но это то, что интересует наших зрителей. Мы станем лучше жить? Да. Мы – да. А кто нет, это же не так важно. Главное, что мы – да. Какая разница? Да, это и правда. Михаил Ильич, я думаю, было токсично, но, надеюсь, не слишком. Хорошо. Спасибо за беседу. Спасибо. 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 Продолжение следует...